Вау! Вот это да! Проспал я! Нифига себе! Уже прошло 6 месяцев последнего моего видоса. СИМТИ- Ааа... Ну, в общем-то, пора просыпаться. Итак, знаете, что меня немного напрягает? То, что меня и Андрея путают, поэтому давайте расставим все точки. Да, Андрей? Короче, да. Мы разные люди. Гаррис Мод, крутая игра! Крутая! Ну и графика 2004 года удручает. С каждым Новым Годом, смотря на новые игры, в которых графика выглядит просто прекрасно, круче реальной жизни, ты понимаешь, что Гаррис Мод уже не... ну, немножечко, ну, не то. Но! Но! Мы можем это исправить. Итак, у нас есть несколько пунктов, которые нам нужно изменить для того, чтобы... Геймплей, модельки, текстурки и эффектики. Начнем по порядку. Эээ... Геймплей. Да, геймплей. Геймплей без аддонов очень скучен. Особенно перестрелки. Давайте это исправим. В этом нам поможет Андрей. Итак, геймплей. Чтобы преобразить геймплей, для начала нужно улучшить оружие. В этом нам поможет одна из лучших баз, это TFA Base. Для него мы ставим два мода. Tactical Leaning, чтобы нагибаться-разгибаться. Ну, как разминочку. Оп-оп-так! И порт оружия из M-Mod на базе TFA. Vimani и три пака для него. Это нужно, чтобы добавить всяких контекстных движений. Согласитесь, когда рядом взрывается граната, а главный герой закрывается рукой, это намного интереснее, чем ничего. Чтобы вот такого прикола не происходило, понадобятся и Кафут, и Рангл. И теперь наш персонаж будет ходить нормально. Этот мод для пафоса, чтобы выбивать двери. А этот мод для того, чтобы вы могли потушиться, если вы загорелись. Умные NPC, потому что они умные. Исправление анимацией, чтобы неповадно было. Гмот Лекс 3, потому что... О, я вижу свои ноги! Half-Life 2 Entities, Half-Life 2 Tools и Half-Life 2 Tools Extra, потому что там много прикольных приколюх. Ну вот, Саш, поправили мы с тобой геймплей. Что ж, всё выглядит динамично, лаконично. Это круто! Но стрелять по NPC через текстурки мы уже выучили наизусть, и бегать среди полигональных пропов... Не, не по кайфу. Но благо к нам на помощь приходят аддоны. Ну, модельки, значит. Хорошо. На самом деле, в воркшопе много моделек, но мы будем брать из Half-Life Alyx. Так что теперь NPC и многие пропы заменены аналогами из Half-Life Alyx. В целом, вот, модельки подправили. Модельки из Half-Life Alyx очень хорошо вписываются. Но, но, нам нужно кое-что ещё заменить. Это текстурки. Итак, если я сейчас буду перечислять все текстурки, которые мы использовали, у меня уйдёт 10 тысячелетий. Но, если говорить кратко, большинство текстур было увеличено благодаря нейросети. Некоторым просто повысили чёткость, ну, а некоторые банально заменили. Очень много рискинов. Очень много. Очень много рискинов. Ну и самое важное, конечно же, это... DJ Armuz. Пожалуйста, все текстурки заменены. Итак, уже выглядит отлично, уже выглядит хорошо. Но можно сделать ещё лучше. Эффекты. Итак, выпускайте кракена. Осталось всё отполировать эффектами. Что ж, здесь мы разгуляемся по полной. Всё, я перечислять я не буду, назову только основное. Конечно же, это блики от солнца. Куда же без них. Это более реалистичные выстрелы, эффекты, партиклы, взрывы и так далее. Есть как глобальные изменения, например, динамические тени. Вау, наконец-то мы получим крутые динамические тени. Так и до мелких, например, когда мы бегаем, мы видим пыль под ногами. Волны на воде, красивые динамические облака, которые можно настраивать и так далее. В принципе, всё. Если вам что-то потребуется, конкретно какой-то отдельный аддон, все аддоны, использованные в этом ролике, будут в описании, в отдельно созданной коллекции. Но вы думаете, я на этом остановлюсь? Да как бы не так. Сейчас мы поставим настоящий ретрейсинг в Гаррис мод. Ну ладно, не настоящий, фейковый. Но перед этим, у нас есть лайфмод. В нём включите многопоточность, чтобы раскидать нагрузку на другие ядра. Вроде это так работает. А теперь, RTX. Если вы реально мазохист, который хочет поставить себе ретрейсинг на Гаррис мод, то напишите об этом в комментариях, и мы сделаем отдельный видос, как установить ретрейсинг на Гаррис мод. Но здесь мы этому уделять внимания не будем. Поэтому сразу включаем ретрейсинг, включаем MXAO и наслаждаемся. Прекрасно! Теперь мы имеем самую прекрасную графику 2021 года. К чёрту современные игры. К чёрту эти ваши киберпанки и RTX. Вот оно. И нас рад, что теперь играйс мод полностью неиграбелен. Стоп. ЗАЧЕМ НАМ КРАСИВАЯ ГРАФИКА В Гаррис моде, Андрей? Скажи, пожалуйста. Да. Саша, блять, мы обосрались по полной.